С 1 сентября в украинских школах стартует реформа образования. Учиться по-новому начнут 44 тысячи первоклашек. Им придется грызть гранит науки 12 лет, остальные будут учиться 11. Но уже сейчас среди наших школьников много тех, кто поражает мир своими достижениями. О великих талантах маленьких украинцев наш следующий сюжет. Вот так крымская девочка, едва доставая ногами до педали фортепиано, выиграла свой первый республиканский конкурс. Тогда Кристине исполнилось всего 5 лет, сейчас ей 13. Вспоминает, инструмент в доме появился неожиданно, подарила соседка. И к играм с куклами добавились упражнения на фортепиано. Я часа два-три сидела и занималась. И, наверное, это какая-то связь, которая установилась еще в детстве. Теперь юная музыкантка покоряет концертные залы в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии. Ежедневно репетиции по 4-5 часов. Ты потом, когда встаешь, ты просто падаешь на кровати, чувствуешь, как будто ты пропахал все поле. У меня будет итог, выход мой на сцену, там, где я могу все показать, вот эти все трудности, усталости, болящие руки, пальцы и вообще тому подобное. И я понимаю, что это, ну как бы это стоит того. И результат налицо среди 42 стран на престижном международном конкурсе в Брюсселе победила именно украинка. Я чувствовала огромную гордость за себя, что я могу представлять Украину на международном конкурсе. Это было со всего мира дети, были и Европа, и Азия, и Америка, и все было. Вот, и я была одна из Украины. А это Ангелина Касьянова, 15-летняя переселинка из Донецка. Она представляет Украину в Брюсселе в детском Европарламенте. Тут на фотографии я с Ребеккой Хармс. Это представитель Европейского парламента, депутат из Германии. Она мне помогала в сотрудничестве, я у нее консультировалась, так как представителя в Украине во взрослом парламенте в Европе у нас нет. Участники из 12 стран говорили о мире, демократии и правах детей. Ангелина настаивала на необходимости инклюзивного образования. Тебе 15 лет, и ты начинаешь осознавать, насколько большая на тебя ответственность. Честно, конечно, становится страшно, потому что ты понимаешь, что ты должен обдумывать абсолютно все, что ты говоришь. Ты говоришь о глобальных вещах, и у тебя есть шанс что-то поменять, как-то сделать лучше. Сейчас девушка мечтает создать детский парламент и в Украине. Хотел, чтобы все партии выиграл. И таки преуспел самый молодой шахматист Украины, 8-летний Тихон Черняев, победил на чемпионате мира по шахматам среди детей. Я их не боялся вообще. Просто было интересно играть со всеми. Его конкурентами в Минске были почти 800 детей со всего мира. Почетными трофеями у Тихона заставлен весь шкаф. Но путь к победам не был легким. Говорит, тренировался каждый день по два часа. Я говорю, что я украинец. Эта страна мне очень нравится. Александра Сегал, Андрей Руденков. Специально для телеканала Донбасс.